Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер вам, Аня, и доброго времени суток всем нашим радиослушателям. Меня зовут Рита Борт. Хочу сказать, во-первых, благодарить всех-всех-всех, кто нас слушает, неважно, записи ли вы нас слушаете или живьём, и много отзывов и благодарностей Ане за прекрасную передачу. И, наконец-то, люди поняли, что такое гороскоп. Говорят, что такое знаки зодиака. И вот спасибо вам всем, конечно. Ещё у нас были вопросы, такие очень специфические вопросы. Люди спрашивают, дают свою дату рождения и хотят узнать побольше. Ну, Ань, ответь, пожалуйста, как в этом случае быть. Да. Ну, мы получаем такие вопросы. Например, я близнец или я тот-то, тот-то, и у меня вот такие-то события в жизни происходят. Что это значит или как с этим быть? Мы не можем только по одному критерию судить о всей жизни человека. К тому же, то, что я рассказываю сейчас, это такая общая теоретическая информация. Если вы посмотрите реально на свой реальный гороскоп, вы увидите, что у вас там далеко не только близнец или телец. То есть планеты стоят в различных знаках. То есть у нас 9 позиций обязательно рассматриваются в ведическом гороскопе. И это могут быть разные знаки. Это, как правило, есть разные знаки. Очень редко такое, что все планеты встали в один знак. Такого, во-первых, быть не может, но даже большинство планет подчеркнули какой-то знак. Тогда вы можете сказать, у меня действительно очень сильная энергия близнецов или энергия телеца выражена. А так у нас выражены разные энергии. И вот по поводу таких вопросов, со мной происходят аварии или со мной происходят несчастные случаи, что мне делать? Во-первых, надо понимать, что ничего не происходит просто так. И вот эти все аварии, несчастные случаи, они ставят нас перед фактом, что мы делаем что-то не так. То есть у нас есть подсознание, у нас есть какая-то определенная, дарованная нам миссия в этой жизни. И если мы от нее отклоняемся, не слышим голоса своей души, то с нами тогда и происходит что-либо подобное, что нас заставляет задуматься, почему. И если вы хотите обратиться к астрологу, то мы обращаемся лучше не с претензией к жизни, а с желанием выяснить, кто я и для чего я родился или родилась, и почему со мной это случается. Может быть, часто бывает, что у человека очень ярко выражен, скажем, восьмой дом гороскопа. Он отвечает за аварии, несчастные случаи, вот то, что нам писали в комментариях. Но он одновременно означает то, что у человека в этой жизни есть задача познавать тайные, мистические вещи, глубоко окунаться в исследования, смотреть на ту сторону скрытую жизни, то есть заниматься такими науками, как астрология, эзотерика, психология, парапсихология. И если он не реализует этого потенциала, то с ним может действительно что-то случиться. Есть такая вероятность. Поэтому, если вы чувствуете, что вам нужна информация о себе, именно о своём потенциале, что он мне делает, для чего я рождён, то нужно обращаться к астрологам. И к астрологам не стоит обращаться из чувства страха. Многие приходят и говорят, скажите мне, пожалуйста, чего мне в этой жизни бояться? Ну, то есть, что у меня там... Поняться не надо вообще, да. Предначертано. Я бы хотела как-то себя обезопасить информацией, которую вы дадите. Но обычно, если мы в таком ключе будем давать консультацию, то вы только напугаетесь ещё больше. То есть можно в карте прочитать очень много всего страшного. То есть это если человек не выполняет свои миссии и задачи, его жизнь будет ставить обратно в эту его колею, которую он сам для себя выбрал ещё до рождения, то есть какие-то задачи определил. И тогда это будет болезненно. А если мы знаем, для чего мы, если мы свободно движемся по жизни, скидываем в себя вот эти установки, которые мы в детстве на себя нагрузили, от родителей, от окружения, если мы идём и выполняем действительно свою миссию, то всё у нас хорошо. То есть я советую обращаться вот за таким к астрологу, за светлыми знаниями, за светлой информацией. Да, ещё хочется подчеркнуть, что для ведического гороскопа, для того, чтобы составить ведическую карту, нужна дата, точное время рождения, да? Да, точное время рождения очень желательно. Но если вы не знаете, там 15 минут туда-обратно, ещё можно. Но если вы вообще не знаете, это очень проблематично составить. Гороскоп, который будет отражать конкретно вашу стезю в этой жизни. Какие-то энергии можно, о каких-то энергиях можно рассказать. То есть как стоят планеты, в каких знаках посмотреть гороскоп от Луны, то есть от вашего восприятия жизни. Но гороскоп смотрится от точного градуса, восходящего на востоке, и от этого точного градуса, как правило складываются события, которые в вашей жизни происходят. То есть когда ваша личность проявляется. И вот это очень важно. Ещё такой небольшой комментарий. Желательно нам, Анна, всем знаком подсказать, кто гороскопически подходит для брака. Благодарю. Да, но так проблематично. Это проблематично. Я скажу почему. Потому что вы не можете ассоциировать себя ни с каким знаком. потому что, как я сказала, девять позиций. И вот я могу сказать, что, например, одному знаку не подходит вот другой знак. По какой причине, могу сказать, он не подходит? Потому что качества трансформируются, там они как-то не согласуются. Но я не могу дать вам гарантии, что у вас у самих не происходит это в душе, у вас самих, вашей личности. У вас может одни планеты стоять в одном знаке, а другие планеты стоять в совершенно противоположном. И это противоречие, она вам даже без партнёрства приходится уже решать внутри себя. Не говоря о том, чтобы партнёра под себя подбирать через какой-то знак. Нет такого. Наука астрологии, она очень сложна. И это не значит, что мы себя классифицируем. Я знаю, что люди очень любят себя классифицировать. Просто вот кому-то отнести и на что-то опереться. Всем нужна вот эта опора, кто я. Но вот это я, оно очень разнообразно и многогранно. И я вот даже не хочу упрощать эту астрологию. То есть когда я даю понятие о знаках, вы понимаете у нас, какие есть различные энергии, как может по-разному проявляться черты характера у человека. И, конечно, я сегодня скажу, вот мы будем разбирать знак Девы, я скажу к Девам, какой знак не подходит. Но это будет такая поверхностная, конечно же, информация. И я не советую вам ассоциировать себя с Девой, даже если вы думаете, что вы Дева. И лучше для совместимости обращаться, конечно, за такую глубокую консультацию, идти, узнавать о своих качествах и какие качества вы хотите видеть в партнёре, какие вам будут нужны. Да, и потом манифестировать своего партнёра, написать все качества, которые вам хотелось бы. Это так часто происходит, когда мы действительно что-то запишем и поймём, что мы хотим. Оно так и происходит в жизни, правда? Да, ну мы записывали уже передачи о партнёрстве, и я там такую мысль пыталась преподнести, рассказать, втолковать, что мы всех партнёров, которых мы встречаем, мы несем внутри себя уже. Потому что это наши качества, которые мы только из себя как бы вытесняем в окружение, и мы ищем, мы считаем себя нецелостными, и мы ищем кого-то, кто бы нас дополнил. И вот этот кто-то, кто бы нас дополнил, уже есть в вашей карте. Поэтому так легко сказать, какой вам там мужчина нужен. Вот такой. Это не значит, что вам будет с ним легко, но он вам нужен для этой жизни, для того, чтобы познавать себя саму. Замечательно. Ну что ж, мы двигаемся дальше. У нас сегодня знак Девы, и всё, что этого знака касается, мы потихонечку начнём. Да. Ну, по традиции, мы, наверное, начнём сначала. Напомним, что такое зодиак. Что зодиак — это небольшое пространство, вдоль которого движутся планеты. То есть это пояс такой из созвездий. И на фоне зодиака проявляют свои качества разные планеты, солнечные системы. И мы традиционно начинаем отчёт с Овна. И Овен характеризуется такими качествами, как инициатива, начало, взрыв атома. То есть там такая энергия в нём заложена, бурная, чтобы дойти до конца гороскопа. И дальше мы идём, разворачиваем эту спираль эволюции, по которой каждый человек эволюционирует в этой жизни. И смотрим, что дальше идёт. Телец — знак заземления. Не буду долго говорить уже, потому что их много накопилось. Телец — близнецы. После близнецов знак рака, то есть наше сердце, то, что связано с эмоциями, с внутренним миром. И знак, который мы разбирали в прошлый раз — знак льва. От него мы оттолкнёмся. Лев — это индивидуализация, это рождение Личности независимой, которая видит свой потенциал яркий. Это очень творческий знак и связан с символом льва. И вы можете помедитировать на качество льва и понять, что это за качество, какими качествами будет обладать человек, у которого в гороскопе, скажем, несколько планет стоят во льве. И после льва, то есть когда произошло рождение Личности, следует знак Девы. Дева — это знак земной, если мы той классификацией пользуемся, которую мы взяли, земной. Это знак женский, это знак двойственный. Что это означает? После яркого импульса, после рождения индивидуальности, или, скажем, после любого творческого акта нужно заземлиться и поработать. Например, вы родили ребёнка, то есть через льва рождаются дети. Мы говорили, что этот знак связан вообще с отцовством, с проявлением яркой индивидуальности и творческого начала. И высшее творчество, на которое способен человек в этом мире, это сотворить себе подобного. То есть сотворить то, что будет продолжаться дальше, дальше и дальше. То есть можно написать книгу, музыкальное произведение, а можно родить ребёнка. Так вот, знак девы — это то, что следует после того, как мы что-то… Произвели. Произвели, да. Извлекли своего индивидуального сознания. Так красиво скажем, да, в том числе родили ребёнка. И дальше что начинается? Рутина. Поэтому знак девы связан с рутиной, с точностью, с заботой, с педантичностью. Знак девы, у кого проявлен этот знак, те люди обращают внимание на мелочи. Они всё время думают о том, как структурировать свой день, как упорядочить что-то. Вот слово «ключевой порядок». Дева — это порядок. И, как правило, люди с ярко выраженной девой любят, чтобы всё было разложено по местам. Это знак женский. И эти качества, понятно, что они свойственны женщинам. Упорядочивать, раскладывать вещи по местам. Ну, далеко не все, но у кого есть, те вот женщины особенно склонны. Это знак материнства в том числе, но материнства в высшем аспекте. Вот если мы возьмём знак рака, первый знак, который связан с внутренним миром, с эмоциями, с кормлением, с заботой также о ребёнке, то знак девы — это тоже знак мамы. Но мама как матерь мира. То есть, вот Дева Мария, образ Девы Марии, он христианский, он полностью сочетается со знаком Дева. И вообще всё христианство, как религия, находится под влиянием знака Девы. Да, да, вот это Дева Мария, Иисус. И когда мы записывали передачу о праздниках, помнится, да, про Рождество, откуда это пошло, что там как раз случается зимнее солнцестояние. И в это время, по историческим данным, то ли вечером на фоне знака Девы, то есть восходил знак Девы, или заходил знак Девы, ну в общем в это время была взята эта символика Дева и Солнце. Солнце заново рождается. То есть новорожденный на фоне знака Девы. Новорожденное Солнце на фоне знака Девы. И это астрономическое явление легло вообще в основу символики христианства. И все люди, которые связаны с христианством, они усиливают в себе качество Девы, только уже за счёт того, что они соприкасаются с этой религией. А Дева — это служение, прежде всего. Служение. И вот девичьи монастыри, женские монастыри, они находятся под управлением Девы. Да, вообще любые монастыри, ну то есть там, где порядок, такой божественный порядок. Больницы, аптеки, вот это всё связано со знаком Девы. И, например, фармацевты, которые работают в аптеках и продают лекарства, тоже находятся под влиянием этого знака. Моя мама, например, фармацевт, у неё три планеты основные, которые ответственны за Личность, они находятся в знаке Дева. И продажа лекарств, забота, и даже там изготовление лекарств в каком-то смысле. Ань, вот у меня, вот я слушаю, да, и, возможно, у наших радиослушателей тоже такое возникает состояние. То есть мы, в общем и в целом знаем, что вот в какие-то периоды знаки меняются, как в западном гороскопе, там с 20 какого там, с начала августа, под, допустим, с сентября, это Дева. И вот люди сейчас слушают и думают, вот я Дева, и вот есть ли у меня эти качества. Давай еще раз объясним, что это вообще значит, что знак Зодиака, это не то, что мы себе представляем на самом деле. Ну, да, вы, скорее всего, думаете, что это какое-то осеннее рождение, и это Дева. Но если вы составите гороскоп, то можно обнаружить, что восходит Дева, когда вы рождались. Вот в тот час вашего рождения, в ту минуту, над Восточным Горезонодном восходил знак Девы. То есть автоматически вы обладаете этими качествами, вы даже обладаете больше ими, нежели там вот вы родились осенью, потому что это будет встроенной моделью вашего поведения, даже таким неосознанным поведением по жизни Дева. Все время служить, все время заботиться, раскладывать по местам, быть практичной, щепетильной и так далее. То есть, или, например, вы составляете гороскоп, и вы видите, что хозяин первого дома, хозяин того знака, который восходил, попал в Деву. Вот как у вас, Рита, тоже. Это тоже значит, что у вас очень сильно проявлены эти качества. Эти качества очень хороши для работы, для любой работы, особенно офисной, чтобы все было по порядку, все было разложено. Аудиторство, бухгалтерия, вот это очень хорошо, с цифрами работать. Потому что у Девы есть энергия замечать. Замечать мелочи, как бы выискивать ошибку. Еще это может быть... Скрупулезная такая работа была. Детализировать все, да? Все детализировать. Есть такое поверье, что знак Дева – это знак служения, и что человек якобы не может самостоятельно работать. То есть, ему нужно постоянно кому-то служить. То есть, это Дева – знак слуг, служения. И знак такой женский. Женщины, они обычно не берут, флаг в руки, там не идут, не возглавляют. И действительно, если в гороскопе есть много этого, много планет стоит в Деве, личность ваша как-то с Девой связана, у вас действительно есть такое, что вам лучше работать по найму. Но не всегда, потому что, может быть, какие-то другие позиции очень сильно в определенный период времени компенсируют, и вы получаетесь просто тактичный и педантичный руководитель, который замечает все детали, либо менеджер высшего звена, который может проводить какой-то очень интересный такие проекты сложные в реальность притворять. Да, вот. Такое есть. Ну, хорошо. Допустим, если перейти к вопросу о партнерстве. Вот человеку, которого проявлена, допустим, Дева, и он живет с каким-то с партнером, который, допустим, его все время подталкивает на что-то другое. Изменится ли Дева, вот та Дева, которая, как по идее, должна быть? Давайте подумаем. Давайте подумаем. Давайте подумаем. То есть, под влиянием других людей, да. Да, представим себе человека, у которого ярко проявлены качества Девы. Какие претензии к нему могут быть? Во-первых, такой человек достаточно сухой, потому что, когда мы замечаем детали, мы не замечаем общего. И сама Венера, которая является сигнификатором отношений в гороскопе, она в знаке Девы в падении. Это значит, что ей там неуютно. И у кого проявлен знак Девы, тем людям вообще сложно выстраивать взаимоотношения, потому что они видят пороки. Если вы хорошо замечаете детали, то вы уж заметите и как там от партнера и пахнет, и что он сделал, и где он там. Они действительно фиксируют свое внимание на деталях. А это мешает любви. Ну, это мешает любви сильно, потому что, когда мы так краем глаза на человека смотрим, он вроде бы даже ничего. А Девы вдаются в подробности. И вот это уже является таким камнем преткновения в отношениях. Если они перестанут замечать вот эти вещи. Не перестанут. Нет, они не перестанут, они могут это возвысить, возвысить свои особенности, все замечать. Они будут замечать проблемы вокруг партнера и помогать ему решать. то есть нужно Девам сместить внимание самого партнера на то, что вокруг находится. Дева, она связана с шестой домом гороскопа и шестой знак Дева связан с врагами и оппонентами. И Девы очень хорошо могут оппонировать, потому что они в деталях понимают, и они такие критики, они могут критично посмотреть на ситуацию. И сила Девы в том, что она склонна к порядку, и порядок может быть в ее речи, в ее мыслях. этого человек может пойти в адвокатуру, защитять кого-то. И если вы с партнером, то лучше не у партнера искать эти недостатки и начинать его совершенствовать. Девы перфекционисты, и они начинают совершенствовать кого-то, то есть начинают на него наседать и говорить, что ты должен, должен, должен себя довести до совершенства, потому что они сами не признают свое несовершенство. Вот это есть такое. Просто сместить фокус на внешние проблемы самого партнера или заняться медицинской практикой. Для девы самое лучшее. Как только дева начинает заниматься медицинской практикой, у нее улучшается партнерство автоматически, потому что свою энергию она направляет на лечение, на вот эти вот рутинные вещи, и она уже замечает, лучше и анализы анализировать, анализы смотреть, чем смотреть на своего партнера и искать в нем заболевания различные. Девы очень хорошо. диагностика, то есть диагностика, это вот врачи, которые диагноз хорошо могут поставить, это девы, опять-таки, энергия девы нужна для этого. И каким знаком это больше всего не нравится, так можно поставить вопрос, какие знаки больше всего раздражаются, если на них направлять эту энергию девы. Ну, прежде всего, знак, который стоит напротив, это рыбы, но он всегда является взаимодополняющим, если люди принимают друг друга, они понимают, как они друг другу нужны, потому что девы не видят за деревьями лес, то есть они концентрируются на деталях, но они не видят общую картинку, а рыбы, наоборот, они видят общую картинку, но что касается деталей, им это уже не важно, и вот они взаимодополняют друг друга. Это, я не скажу, что это плохое партнерство, это взаимодополняющее партнерство, а есть такое, которое совсем не нравится, это мы должны взять восьмой знак от девы, это овен, то есть в овне качества девы умирают и трансформируются. Что такое овен? Хочу, сделаю, мне не важно, то есть я не думаю о других, дева все время печется о других. Среди дев очень много созависимых личностей, то есть это значит они больше думают о других, нежели о себе, посвящают свою жизнь кому-то, а потом от этого человека требуют, ну как у нас обычно бывает, да, и это склон, очень многие женщины вообще склонны к созависимому поведению, потому что дева это женский знак, ну и мы, даже если у нас в гороскопе нет девы, то мы все равно себя, все равно эти качества какие-то есть в женщине от девы, вот эта вот кропотливость, служение, а овен это что хочу, то и делаю, потому что нет задачи думать, нет задачи там долго размышлять, девы все время долго размышляют, думают, это знак, управляемый Меркурием, есть знак, управляемый Меркурием близнецы, там немножко другое, там идет разнообразие, а в деве уже упорядочивание этого разнообразия, и поэтому дева может быть очень сложным человеком, особенно для овна, человек хочет просто действовать, просто бежать, что-то начинать, она все время тормозит, это вот качество знака девы, они не сочетаются с качествами знака овна, вот, и еще, ну лев, да, если мы возьмем лев, предыдущий знак, то место, где нужно выразить ярко свою индивидуальность, не обращать внимания на вот эти какие-то элементы служения, не слишком закапываться в рутину, наоборот, вот творить и творить, а дева, она ограничивает, дева очень четко видит границы, она очень четко работает, когда вот с любой деятельностью, где нужно видеть границы, а границы для творчества, это убийство творчества, если мы себя ограничиваем, вот со львами плохо сочетаются девы, если так можно сказать, кто-то дева, вот, например, если мы возьмем гороскоп человека, лев у вас очень сильно проявлен, но хозяин этого льва солнца стоит в знаке девы, то есть вас это уже два эти качества сами между собой против противоречия вступают, и девы, и льва, то есть и вы поэтому говорите, что надо подталкивать такого льва, и он будет больше на кого-то работать, это просто потому, что солнце в деве стоит, то есть он одновременно и лев, и дева, и вот все время идет конфликт внутри самой личности, вроде будет первой, а тут дева говорит, что надо служить, и поэтому совмещать, совмещать так, что возглавлять какой-нибудь проект, где много энергии служения, либо образовательный проект, либо финансовый проект, потому что есть особенность уметь считать и видеть хорошо границы. Я хочу сейчас сказать, ну, я так понимаю, что ты сейчас говорила немножко про меня, что конфликт идет, этот конфликт очень чувствуется, я хочу сказать, что я лучше всего себя чувствую, когда я везу людей в Бразилию, то есть я вроде бы как лидер, но с другой стороны я о них сам забочусь, и там вот просто просто моя жизнь, я себя чувствую совершенно по-другому, то есть оно проявляется именно и в служении, и в лидерстве, то есть тут комбинация происходит. правильные слова совместить служение с лидерством, вот это совместить льва и деву. Поразительно, у меня сейчас прямо мурашки пошли, вот я поняла, но я поняла многое про себя, да, спасибо тебе большое, лидерство. Пожалуйста. И еще один знак, который с девой не очень сочетается, это знак водолея. Водолеи неряшливые, водолеи больше заботятся о концепциях, о каких-то, они так же, как и девы, вроде бы служат обществу, но они служат совершенно с других позиций, не с позиций кропотливого труда работы и видения деталей, расчетов, их уже интересует системность, то есть вот такой общий подход. И дева может вступать в конфликт с водолеем по этому поводу, что надо же все просчитывать, а водолей какой просчитывать, надо просто в массы идти. Девы скромные, водолеи, вроде бы, тоже скромные, но они все время, это знак, который не только Сатурном управляется, водолей, но и Раху, то есть они идут и захватывают системы. И вот тоже может быть какой-то конфликт девы с водолеем, двух вот этих знаков. А если мужчина дева, то есть знак женский, а мужчина, у мужчины этот знак проявлен очень сильно. Ну, значит, у него все есть эти качества. Женский, это не значит, что это женоподобный. Женский, это значит практичный, то есть это значит более заземленный, более уравновешенный. все четные цифры, все четные числа, они женские изначально. То есть если мы возьмем два, четыре, шесть, там есть женская энергия. Энергия равновесия, энергия такого земли или воды. То есть два это воды, ой, два это земля, телец, земной знак, четыре это вода. То есть это женские такие стихи. и это значит, что такой человек пригодится очень сильно в том же офисе для расчетов, для того, чтобы курировать какие-то проекты, где надо упорядочивать что-либо. Вот эти же самые врачи, которые диагнозы ставят отлично, это медики. Это не значит, что это как-то плохо или хорошо. Очень проходит для учительской деятельности. Вот, скажем, у меня тоже проявлен знак Девы, у меня там хозяин дома работы, профессии. То есть вся моя, и я не скажу, что я очень порядочный человек, потому что на личность это не очень влияет, но если я что-то делаю, какую-нибудь проекцию, там много энергии Девы. То есть надо еще смотреть, к чему это относится конкретно. То есть это конкретно к работе, к общественной деятельности относится. Ясно, а как обстоят дела у Девы со Скорпионом? У Девы со Скорпионом тяжеловато, потому что Дева, она практичная, земная, она на поверхности. Скорпион глубокий, бесстрашный, не видящий границ, то есть ему наоборот нужно разбить границы, чтобы произошла трансформация. А Дева держится за земное. но, что их объединяет, это медицина. Вот медицинская область объединяет и Деву, и Скорпиона. Знаете, какая картинка может это объединить вместе? Хирург, вокруг которого медсестры помогают. Вот медсестры это Девы, а хирург это Скорпион. Вот так объединяются эти два знака. Они служат, а он ведет вот эту медицинскую деятельность бесстрашно, сильно, это марсианский знак. Ну, хорошо, а территориально перейдем уже к географии. Территориально. Ну, любая страна, в которой порядок, давайте с этого начнем. Да, возьмем какую-нибудь страну, где надо... Скандинавские страны, наверное, да, там как-то такое ощущение. Да, то есть есть такое науко-отрасль астрологии, больше западной астрологии, которая называется астрокартография. Там как-то по определенным образом расчерчен мир, и он разделен на различные сектора, и там можно посмотреть, какая страна относится к какому знаку. Но мы можем развивать внутреннее видение и ощущение, от любой местности, от любого города, от любой страны, когда мы понимаем суть знака, какие качества, и мы можем наложить на любую страну, сказать, много там этих качеств или мало, и человеку посоветовать. Допустим, у человека много в гороскопе девы. Кстати, у меня была консультация, и вот здесь, в Таиланде, девушка спрашивала, какая мне страна больше подходит, потому что я устала от Таиланда. В Таиланде никто никогда вовремя не приходит никуда, начиная здесь какую-то деятельность такую упорядоченную, очень действительно сложная, и вот у неё была прям масса планет в деве, и, конечно, я объяснила этот нюанс, вы просто деятельность ведёте там, где ваши энергии, они не очень-то востребованы, точность меркурианства вот это вот, потому что в Таиланде слабый Меркурий, и здесь сильная Венера Юпитер, а вывод очень такой, ну она в результате переехала в Бангкок, где, конечно, больше, в любой, в любой столице всегда больше девы, то есть в любой столице, где бизнес ведётся, да, ну правительство, там лев, конечно, есть, и дева, то есть дева, это значит, там всё-таки ведутся такие проекты, где нужен человек, чтобы хорошо считал, приходил вовремя и так далее, то есть, ну не в нашей, мы тут в туристической зоне живём, то есть здесь девы, здесь наоборот люди от этого уходят, чтобы отдохнуть от этих рамок и ограничений, вот, и мы можем посмотреть на любую страну, я могла бы также посоветовать ей Германию, например, очень, действительно, очень хорошо развита, упорядоченность, дева доходит всегда до крайности, она не чувствует, когда надо остановиться, если мы посмотрим те же вот европейские страны, где порядок идеальный, где нужно изгородь подстригать на 20 сантиметров соседа выше, это уже всё, ну вот это, вот это дева, это дева с её ярким перфекционизмом, да, вот это вот, и женщинам, кстати, очень нравятся такие страны, многим, вот это именно женская энергия, женщины там себя находят, всё в порядке, всё, но что дева, если мы представим только одну деву, то это, конечно, шизофрения, потому что, ну вот если мы просто возьмём качество девы, если бы мы только на них делали ставку, вот эти строгие рамки, ни шага в сторону, везде порядок, это может действительно перевести к шизофрении, и Венера, наша планета, которая даёт нам понятие об удовольствиях, о роскоши, о наслаждении, в этой жизни, она очень любит этот знак, потому что дева – это пищеварительная система, пищеварительные тракты, больше кишечник, то, что там происходит, вот, кстати, если у вас проблемы с кишечником, вам нужно обратить внимание на качество знака девы, и любой порядок приводит кишечник в норму, то есть, если мы начинаем упорядочивать свою жизнь, прибираться, вот любые, допустим, те же запоры, они только от того, что вы хаотично ведёте, хаотично как-то действуете в этой жизни, и не упорядочиваете ни питание, ни окружающее пространство, если дома чистота, если всё правильно по режиму питаться, дева – это режим, то всё будет в порядке, потом всё будет работать как часы. И вот, если мы заговорили про страны Швейцария, Швейцария, даже в астрокартографии, она расчерчена, это знак девы, и мы все знаем точность швейцарских часов, мы знаем красоту, связанную с облагораживанием ландшафтов, всё красиво, всё чисто, это дева. Дева – знак чистоты, тоже чистота. И чистоты духовной в том числе, то есть чистоты вот такой вот, как у женщины, девы, да? То есть непорочное зачатие, оно связано как раз со знаком дева, да, вот, когда ещё, когда мы чистые, ну, поэтому Венера не любит этот знак, где удовольствие. Да, прям две противоположности. Да. Да, да, абсолютно. Ну, хорошо, мы вроде бы как обо всём поговорили, я хочу ещё сказать один комментарий, который вот я буквально услышала воскресенье, в субботу, у нас здесь, в Чикаго, женщина, которая слушает наши передачи, сказала, очень увлеклась, и говорит, что ей очень нравится Анины передачи, как она рассказывает, и она поняла, что вот это как бы астрология нового поколения, то вот почему-то к ней пришло такое понимание, что вот новое поколение, новое понимание, вот именно современной жизни о том, как мы живём сейчас и что нам, как нам, вот. Да, но астрологию нужно всё время подводить под текущие обстоятельства, под нашу жизнь, реальность, это не только классические книги, всё развивается, всё видоизменяется, и даже в самой астрологии есть такой принцип, он называется Дэша Калла Патра на санскрите, время, место, обстоятельства, и мы не можем трактовать никакую позицию, несмотря на то, что нас сейчас окружает, как изменилось сознание всего человечества, и в частности людей, то есть мы сейчас не можем брать, читать книги, которые написаны 5000 лет назад и применять это к нашей жизни, то есть мы, конечно, должны всё время соединять астрологию с науками, которые сейчас уже дошли до определённого уровня, и они нуждаются в астрологии, в методе астрологии, та же психология, та же, ну, это уже, это уже, в принципе, используется, всегда использовалось и Фрейдом, и Юнгом, они сначала составляли астрологические карты, а потом уже смотрели какие-то диагнозы и так далее, то есть они, психологи, это повсеместно делают, а Гиппократ, клятву которого произносит каждый медик, говорил, что медик, который не знает астрологии, не может называться себя таковым, потому что, если он не может предсказать течение болезни, и посмотреть, когда начнётся обострение, следующее, какое он тогда врач. Это вообще замечательно, да, мы как раз вот у такого доктора Аюрведа, были в Индии, доктора Аюрведы, который сначала делал астрологическую карту, астрологический прогноз, а потом уже ставил диагнозы, назначал, ну, это была панчикарма, так что, да, спасибо большое за это замечание, это совершенно правильно, это очень здорово. Ну что ж, дорогие друзья, наша передача сегодня подошла к концу, мы говорили про Деву, спасибо большое всем, кто нас слушал, все, кто нас слушает на Ютубе, вы можете найти все записи на нашем канале Sungate Radio черточка R и прослушать все наши записи. Спасибо большое, Аня, за замечательный рассказ, ну и мы встречаемся в следующий вторник со следующим знаком, какой у нас следующий знак? Весы. Весы. Ну вот, здорово, слушайте на следующий вторник, а на этом мы прощаемся, всего доброго, всем хорошего дня и ночи, всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова